А вчера вообще десяточку проехали. Подождем. Вброд. Не может быть. А гидроизоляция сделана хоть какая-то? Какая там изоляция? Сегодня все скрипит уже вернем. Что-то надо, нет, скрипит не надо. Пойдемте поглядим, что там у нас приехало. Ну что, с обновкой можно поздравить, да? А я думал, что я вам уже сообщал, нет? Соточку как раз и было. Чуть с небольшим. А кто вырезал это? А, никто не вырезал. Это просто так приклеил. Ну что, приклеим сейчас аккуратненько? Что вы думаете? Есть скотч? Конечно. И скотч есть, и суперклей есть. Сейчас приклеим, все будет хорошо. Да, напомните, что от меня. Наждак еще не приклеили. Шипы хотите приклеить? Да нет, он сегодня определил, что нужно. До этого ездил в кроссовках, они зарезены, цепляются еще идеально. Да ладно, то есть вас ждет еще огромное удивление, насколько будет здорово цепляться с наждаком. Нет, так наждак вот на том-то есть. Не, на том-то есть, на этом-то нету. Короче, вот ботинки уже хуже. Конечно, конечно, конечно. Не-не-не-не, это там многие вообще резинку сразу выбрасывают и ставят просто наждак. Давайте, заносите сюда колеса наверх. Так что вот. Вчера это самое. Давай до работы попробуем маршрут. До туда доехали 5 километров. Ага. А чего брызговик не стали ставить? Для красоты пока? Папасоните? Мы вчера видели эту красоту. Какую? Вчера под дождь попали, как обоссавшись. Ну, только что поделаешь. Зато... Пофорсил зато, как надо было снимать, как это туда закидывает. Еще наперед, еще вот так вот закидывает. Кто бы мог сомневаться. Я задник хочу, ну, как специально придумано. Ну, надо. Не могли чуть-чуть досмотреть такой. Да, 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 да. Надо, надо обязательно. Ну, сколько можно уже? Сколько у нас синяков? Тем более, что смотрится очень хорошо. Вот с этим. Я там пристелился разочек. В этом году уже. Вот так. Поэтому пока для наката надо. Многие всегда ездят, но нам гонять не надо, поэтому... Так, ну что? Да, нет, Андрюхи, ну, у него там, он как тот за новый просил 25 лет на крюме. Даже аккумулятор, если кто-то скажет, что у него там накрылся. Ну, я даже говорю... Просто я почему и не стал вам посредником там выступать, потому что я-то противник того, чтобы вы это... Наверное. Я уже подумал. Потому что вам взрослое колесико нужно. Это хорошо, чтобы кого-то на кого-то ставить. Это колесо хорошо, чтобы кому-то продать, а себе взрослое уже купить. Не, ну, еще вот он в пятерочку ездит с таким непонятным. Не, да, 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 нет, почему? С таким очень хорошо тоже в пятерочку. Единственное, что в корзинку не лезет, да. Надо в сумках нести. Или ручку снять. Да, да, не, не, ручку надо однозначно, потому что... Ну, ручка здесь шикарная. Я предлагаю вам сейчас, пользуясь время, провести вот эти... Сейчас мы накладочки снимем, склеим. Снимем вот отсюда кусочек скотчика штатного, чтобы у вас вот эти баки не висели. Чтобы безобразия вот этого не было. Ну, это хорошее отвлечение. Мы резинки обезжирим и встык приклеим. Вот отсюда срежем вот этот скотч, который все равно не держится. Вот так хвостики посрезаем. Приклеим нормальный скотч. Делаем встык. Здесь нас суперклей, чтобы было красиво. А то я сначала испугался, подумал, что вы обрезали. Знаете, как эти блогеры делают, чтобы эти усы не торчали. Просто, что мы когда первый раз выехали, раз одной резинки нет. Решили, что потеряли. Здесь маршрут, который нижнюю не ставили пока. Она дома отклеилась вообще, что склеилась дома. Правильно, ее даже не ставьте, потому что она под дождем отклеится по-любому. Под дождем она сразу отклеится. По маршруту всего проехали, так и не нашли. Вот эти винты надо будет на нержавеющие поменять по-любому, потому что они будут закисать. Хотя у вас в брызговике, по-моему, уже там не латунные вставки, а просто пластик. Но все равно поменяйте, чтобы не ржавелось. Ну и сюда, естественно. Вот здесь, потому что здесь все равно латунные вставки, поэтому они изнутри заржавеют и будут не выкрутиться. Выкрутиться вместе с этим. Поэтому сюда винтики нержавеющие. Они стоят недорого нам. А ручка-то на какое место ставится? А? Ручка вот сюда вставляется. А не на эти винты размет? На какие? Ручка ставится вот и на эти винты, и на эти винты. Вот иногда такое бывает, что сработал как датчик подъема, да? И потом вот так вот происходит. Ну, надо прокатить чуть-чуть, чтобы оно включилось. У вас вчера-то был вот такой вопрос. Поскольку мы это колесо в новом виде не видели, то когда мы увидели, ну, 15 километров на въем муха не сидела. Ну, 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 ну. Похоже на той коробке. Ну, 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 ну. Качаем, оно как паровоз. Пшш, пш, пш. Вот так вот делают. Очень сложно. Вот. И может это признак нового колеса? Да нет, нет, нет. Не раскатанного еще. Нет, 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 нет. Что это? Это какая-то ерунда. Нет, 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 нет. Нет, конечно. Ничего такого. Мне казалось, что это через динамики просто вот этот самый магнит. Может быть, вы в тихом помещении это все делали. Ваше тоже может быть в тихом. Вы не со своим колесом приезжали. Они должны одинаково себя вести. Нет, потом слушали. Это только такое вот. Плюс он никак не мог, как называется, отвязаться. Ну и потом не получилось у него отвязаться. Да, ну поэтому забыл свой вагин, пароль, все забыл. Я ему говорю, заранее позанивайся этим. Придите, сделай все. Хорошо, пускай делает. Мало ли там кому-то из начинающих получится. Вы сегодня уже прилично накатали. Там уже осталось у вас полтинник почти батареи. Этот я не заряжал еще. Практически два раза с понятой покупки так не заряжал. Надо заряжать, запомните. Чем больше заряд, тем больше мощности она выдает. Нам на половине она уже будет у вас продавливаться. Не надо этого допускать. Чем максимально заряжена, это не бак бензина. То, что у вас бак полный, поэтому машина едет медленнее, чем на половине бака. Нет, здесь наоборот. Нет, чем полнее бак, тем мощнее выдается все это. Сейчас я курточку накину, и мы разберемся с этими накладками. Сейчас мы, наверное, их сразу отклеим. Вот в чем плюс этого скотчика, потому что он легко отклеивается и легко наклеивается, но также легко отпадает. Сейчас вот эти части, в принципе, можно вот эту часть поменять, но я ее не менял. Отрежем вот эти, вот эти, чтобы было видно, и вот эти. И тогда баки не будут. Потому что какой-то, с кем-то они подружились, и скотч они не очень высокого качества используют. Вот это надо в руках держать. Особо ручками сейчас не промакивать. Потому что основной скотч мы оставим тот, который по штату. Вот без ручки еще не поставить его. В этом еще. Плюс ручки. Ручка здесь шикарная, поэтому ручку ставьте. Ну, пофасоньте чуть-чуть. Ну, вот я, короче, еще что? Я сюда еще жидкость антипрокольную залил в колесо. Вот смотрите, что происходит по влаге. Вот на камеру это будет видно, да? Видите? Из-за того, что скотч невысокого качества, да, вот что с ним происходит. А от влаги он будет выходить из строя. Нижний 100% сразу. Верхний будет держаться, потому что... Кирилл, здравствуйте. Вот эту, в принципе, полосочку можно целиком будет все поменять сейчас. Так, это мы взяли, это мы взяли, это в руках держим. Можно на что-то будет сейчас положить. Сейчас я курточку накину, и мы аккуратненько все это сделаем. Сделаем, все будет хорошо. И сразу как раз... Это как-то раз на велике испытал этот маршрут до сюда. Ну, теперь все это... Это самое, проверено. Правда, вот что-то не застал вас. Теперь мы уже спокойно катились. На колесах уже все. Ну что, все, что нам нужно, это вот ножницы, канцелярские ножи, и, собственно говоря, скотч. Скотч лучше использовать качественные. Они продаются как марки-скотч, как и треемовский. И марка-скотч используют треемовский скотч. Вот это читается, типа, в этой упаковке. Самый что ни на есть фирменный, неподделанный. Но я рекомендую ставить еще скотч, который прозрачный. Вот у меня маленький такой есть. Вот, кстати. Вот это типа такого же. Вот везде. Это марка скотч. Вот тут написано 3М. И это написано, что чисто скотч, не 3Мовский, а скотчевый. То есть тоже 3М вот здесь. И вот это прозрачный. Такой. Тоже хорошо использовать его. Так, ну здесь ключевое. На второй-то накладке, по-моему, вообще отклеилось вот это. Вот это надо целиком менять, потому что она... Она чем хороша? Она хороша тем, что ее отклеил, приклеил, отклеил, приклеил при разборе. Сейчас возьмем тряпочку. А это тоже не отдрать потом, да? И это татадрак, но тяжело. Оставляю. Просто очень трудоемкий процесс. Обезжирка закончилась, поэтому действовать будем спиртом. Фактически сразу от Италии. Тогда 200 будет. Это сделали. Так, протерли, чтобы не было... Вообще, это спиртяжка как бы с глицерином. То есть рассчитывать на полную, стопроцентное отсутствие жиров тут не приходится. Но я пробовал, у меня держится. Один раз, вот это надо сделать перед переклейкой. И в дальнейшем уже это не потребуется. Так. Дальше сейчас, что нам надо сделать? Отрезать и вырезать вот здесь кусочки. Бакенбарды по-любому надо снимать. Потому что баки, вы видели, они сразу отклеиваются у вас. Правильно? Вот на моем первом колесе такого не было. Был лучше скотч, да? То ли был лучше скотч. Ну вот видите, здесь грунт нанесен. Грунт нанесен на эту штуку, потому что вот к этому скотч не приклеится. Так, вот сейчас мы сюда на серединку приклеим скотч. Нам целиком это переклеивать не надо, чтобы попроще это все было. Здесь не значит, здесь целиком это не значит хорошо. Допустим, здесь не надо наносить, потому что больше геморроя будет в итоге. Здесь еще на мягкой приклеится, правда лучше, чтобы она была легкой, сильнее. Ну так бы да. Так, вот нам сейчас нужно... Вот так удобно пользоваться скотчем вот таким образом. Хоп! Приклеил. Двусторонний? Двусторонний, конечно. С экономить чуть-чуть. Конечно, двусторонний. Единственное, что здесь он используется такой спененный толстенький. У нас он может быть чуть-чуть похудее. Чуть-чуть похудее. Ну, несущественно. Вот таким образом мы сейчас стык приклеиваем сюда. Приклеили. И сейчас то же самое сделаем с обратной стороны. Рекомендую, конечно, снять с мотор колесико, раскрутить. Но не саму мотор колесико раскрутить. Вот так вот хоп! Мы все посадили сюда. Все сделали. Вот теперь баки у нас будут держаться. Они не будут отклеиваться. Вот этого хватит. Дальше нам нужно вот отсюда то же самое сделать. Либо на стык. Ну, проще всего вот так вот. Перед тем, как клеить вообще вот эту штуку, перед тем, как клеить проще. То, что нужно отрезать. И сразу по этому образцу, сразу по этому образцу скотчика выбрать. Раз, два. Раз. Раз. Можно чуть пошире. Вот здесь он потоньше. Но, как бы. Достаточно, если в этих слабых местах будет хороший скотч. Как вы коррели этот отдохнуть? Ну, хорошо съездили. На колесах везде хорошо. Там, да, вот за вашими... Да, вот хорошо. Вот так вот берем. Спасибо. Зрители поддерживают. Это еще... Ну, там колеса на плаву держат. Так еще вот... Очень приятно, когда смотрят, когда людям это нужно. Особенно внимательно смотрю за учениками. Да. 26-й за 5 минут. Да. Он два года, два года об этом мечтал. Надо понимать это. Я вспомнил себя, что когда первые занятия были, по ночам снилась, что вот теперь-то я научусь. Да, да, да. Я утром иду, прихожу, опять кулырк. Ага, научился. Вот здесь мы сделали. По идее, задняя. Вот видите, да, сюда песочек уже попал. Плохо она будет держаться. Можем поменять и здесь. Потому что она тоже на пластике будет. Можем заменить и здесь. Ну, пока есть возможность. А, вы просто новый скотч проведете, да? Конечно. Просто меняем скотч некачественный на качественный. Хотелось бы еще, чтобы он по толщине соответствовал, как бы. Потому что... Ну, туда гидроизоляция идет. У меня туда не приклеено. У меня там уже крышка кромпий на саде. Потому что у меня осталось на ней это самое. Там главное... Зубов? Главное из гидроизоляции это подшипник. Чтобы он быстро не вышел из строя, по периметру его пройти просто смазкой. Просто смазкой пройти. Сейчас, кстати, я захрюхал после вчерашней воды. Да. Это значит, подшипник уже попадает. А-а. Подшипник выйдет из строя. Просто он... Да там смазка перестанет работать и надо будет поменять. Это несложно. Это несложно. Нет, просто он не высох, видимо, у нас еще со вчерашнего. В любом случае, если в подшипник попадает вода, смазка уже работать там не будет. Вот у меня в маленьком колесе уже попала вода. Я там не смазывал, не защищал подшипник. Получается, что без смазки, без снаружи... Вы же набиваете просто ее? Нет, снаружи просто пальцем прошли густой смазкой. Он наружу. Потому что туда, в пазики, попадает вода. Она проникает в подшипник. Смазка в подшипнике не работает, чарики начинают изнашиваться. После... Вы мне расскажите, как зло? Сколько на нем накатали уже? Сколько там? Наверное, больше сотен. Все время приходится подключаться к другому консистеру. Я не знаю. Ничего, ничего. Брали все в сетеринке? Нет. Я тут охоте говорю, что... Вот там, в том месте? Да. Что за место, расскажите. Домой принесли. Домой даже принесли? И ценник был тот хороший. Ценник был. Ой, прямо. Что за фирма-то? Надо ссылочку уже будет дать, если они так хорошо работают. Ну, там, конечно, и поэкре ссылают. Да ладно. Они-то не езжают, мы приехали. Ну, реклама везде. На Авито, то есть, меня реклама нашла. На Авито, я сам не сказал. Ага. Типа сто тысяч. Я там, блин, дешево, чем сетеринке. Конечно, сто тысяч. Это, блин. И чем заходишь, там, такая вниз. Если заходишь на ставит сам, тогда больше. А если по ссылке совета, тогда меньше. Очень хорошо. Ну, ладно, попробуем заказать по ссылке. Заказали, сразу обновились. Ну, видно, что какой-то абсолютно магазин. То есть, не сетевой, ничего. Ага. Приходит время, там, сказать, через неделю. То есть, со склада привезли. На штанге деви звонят, да? Приезжайте, забирайте. Но у нас сейчас магазин приезжает с склада в другое место. Ага. Вы отзвоните заранее. Ага. Может быть, надо будет уже нет. Ну, отзвонился, да, на захоплавок у меня там есть. Позвонить, да, да, приезжайте. Приезжаем, только что где-то везли на новое место. Блин, ну, звонили же, ну, предварительно. А вот, мы ехали по дороге, еще спрашивали, как... Русское шоссе, там, шоссе же Ситилинг. Ну, да, они туда же, они туда же переехали. Туда же переехали? Ну, я имею в те края, я не имею в виду. Не за аэропортом или перед? Не в тот же дом, я смотрю, не совсем. Адрес нам был не нужен, потому что в качестве извинения они продолжили подвезти поближе на Александровскую фирму. Ого! Ну, ладно, давайте в Бразилинстанскую фирму. Да, да, завтра привезем и отзвонимся. Приходит завтра, никто не звонит. Я им звонил, говорю, ну, что, где там Александровская фирма? Ой, говорит, произошла накладка. Вот. Давайте мы вам на дом бесплатно наставим. Ага. Ну, ну, ладно, давайте заставляйте на дом. А сам уже давай читать отзывы на маркете. На маркете отзывы, там, типа, одна звездочка, две звездочки. Ага. Все плохо. Привозит барахло выучное. По гарантии не возвращают. Ну, я уже настроился на дом. Вот сейчас с курьером там. А, курьер, курьер заставляет быстрее расплатиться. Ну, не дает посмотреть. Ну, придется ругаться. Курьер, где, где действует на нервы. Ага. Ну, вот. В общем, в таким настроем. Ну, курьер приехал. Вежливый дядечка в годах. Ничего меня не подгонял. На вид была коробка не тронутая абсолютно. При нем открыли, подключили к телефону и посмотрели. Ага. Вот. Ну, выглядит как навьет. Ага. Слезов изкуп. Пахнет даже вкусненько на воде. Ага. А была-то только наличкой. Ага. Ну, да, да, да. Иначе... Это же все в черную идет. Да. Никаких налогов. Иначе цена не потянет. Вот почему я вижу. Да. Ну, и кажется, что все хорошо, да. Ничего не вылезло по итогу. То не повезло, то ли... И сейчас пробег. Сотку набежали уже. Нет. Ну, сколько вот так вдвоем. Вот. И вроде как они продолжают. То есть, видимо, там под каждый заказ они открытили. Представляют. Ну, они в черную работают, получается. Раз за наличку только работают, значит, в черную. Ну, конечно, откуда они проживают. Откуда? В Синяндии. В Синяндии. В Синяндии. Я помню давние времена, 98-й год. Помните, такая фирма Ультрастар была? Сигнализации, телефоны сотовые, то все. Ну, вот. Я мне устроил сработать. Ага. Переводил как раз английского народа все инструкции. Ага. Ну, а мне уже было лет всего. Семьдесят два. А, да. Вот. Ну, короче, ты сидишь на работе, работаешь. Вдруг такая, типа, команда всем мужикам подойти. Разгружать. Разгружать. Значит, фура освобождалась минут за десять. В подвал близлежащего дома. Ага. Ну, и дальше там шла уже торговля. Этот хвостик, наверное, тоже поменяем. Все сигналы, телефоны в основном будут. Ну, не знаю откуда, но приятно, что за сто тысяч можно зло купить. Очень интересно. Очень интересно. Сейчас время не такое, чтобы разбрасываться деньгами, поэтому я считал, что я купил самое выгодное. Ну, по крайней мере, по закону, там, с налогами, со всеми. А здесь, если они еще в черную могут работать, потому что с этим, с этим тоже можно, с экодрифтом тоже можно за нал работать. Но там, наверное, нал у них связан, хотя тоже может быть с такой чернухой связан. А знаете, что, может, там человек везет партию, а кладет как одну себе, например. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это мой личный. А у них еще искали что-нибудь смотрели? Есть что-нибудь еще? Чем вообще магазин занимается? В основном сотовый телефон я хочу. В основном сотовый, да? На камеру все рассказывали? Да. А это никаких названий? Почему? Нет, название можно. Почему? Если люди хорошо работают. У нас сейчас время такое, что лишний раз почему не сэкономить? Если государство дает возможность черную работать, ну, блин, работают. Конечно, мы за белое, но у нас пока зарплаты. Десять тысяч сэкономил, считай, сколько? Это хорошо. Это очень хорошо. А сейчас мы смотрели цену в сетеринке, там получается, если самовывоз из этой точки, все равно дешевле 114 и не получается. Поэтому, считайте, 14 тысяч сэкономили. Ну, там еще у тебя сколько-то набегало за счет этих платиновых этой? 110, наверное, там было. Ну, да, что-то у меня все равно 110, все равно десятку сэкономили. Моя цена есть, ей можно пользоваться. Поэтому не стесняйтесь, пользуйтесь. Так, сейчас я возьму суперклей. Как показывает практика. Не-не-не, а потом, если захотите, во-первых, после суперклея вы снимаете их целиком. Все равно разбирать надо одну половину и вторую. Суперклея мы пройдемся только вот по этому стыку. Только по стыку. Конечно, проверим? Да-да-да-да-да. Просто, чтобы это все хорошо у нас лепилось. И сейчас, сейчас нам надо поймать. Правильное положение. Правильное положение, да. Совершенно верно. С первого выстрела. Ну, не обязательно. У нас скотч дает нам возможность такую, как бы... Подержать? Ошибиться? Нет-нет, сейчас я соображу. Сейчас я соображу, как лучше сделать. Так, чтобы это и видно было, что мы делаем. Да, лучше сказать, в причинном состоянии. Опа. Вот так вот сделаем. Сейчас приложим. Опа-опа-опа-опа. Вот тряпочку. Сейчас приложим бровки. Отрегулируем их. Они всегда вот по краю здесь. Вот они красиво делают так, чтобы было вот... Пластик был виден глянцевый. Поэтому нам надо сейчас сдружить вот эти бровки. А дальше относительно всего уже остального мы все клеим. Вот так вот. Нам надо аккуратненько вот это все сделать. Потому что как мы сделаем сейчас, так в дальнейшем и будет. И важно еще сделать так, чтобы это все было без напряга. Чтобы не было напряжения. Чтобы вот здесь вот складки вот эти не образовывались. Поэтому один раз надо аккуратненько наклеить. Смотрим спереди. Насколько хорошо у нас получилась морда Дарта Вейдера. О, колеса. Чего устоит? Чего устоит? Ловит положение. Так. Ну вот здесь все вроде. Посмотрите, как вам так нравится. Мне нравится. В принципе, можно закреплять. Так. Главное вот здесь вот пройтись так, чтобы не было... Чтобы не было напряжений. Чтобы скотч постоянно не отклеивался у нас. Сюда, к сзади. Вот как надо приклеить резинку. Сделайте это лучше, чем я. И это будет вообще изумительно. Так, дальше. Вот здесь она встала у нас. Уже на скотчик хорошо. Сейчас мы закрепим ее еще лучше. Лучший враг хорошего. Но в нашем случае это проверено уже. Вот мы чуть-чуть прошлись клеем здесь. Чуть-чуть прошлись клеем здесь. Вот так вот. Человек, который быстро научил съездить, он бурочное брал, да? Нет. Да, он брал бурочное. Он брал бурочное в экодрифте. Оно было пробег 30 километров. Кто-то взял и кому-то не понравилось. Какой-то мужик вчера так тоже, я не знаю. Поездил, научился ты даже. Он потом взял самокат и больше этого не трогал. Мне кажется, что за 15 километров... Вот это посмущало. А это первое, а второе так как бы... Что-то как у меня комната, квартира такая, дайте, хрущоба-хрущоба. А одна комната прямо как сделана... Где это? Это Караваевская. Что-то такая... Одна комната как будто принимают людей там. Ну, типа под офис сделано. Это где? Караваевская. Квартира в обычном, хрущобская, домик. Может подзначу она просто квартира, одна комната? А, да нет, из кровати без ничего. Шкаф-купе и... Это где? Это то, что вы смотрели... Да, да, за колесом вчера вездили. За С-2? Да, да, да. Да там никаких таких подводных камней-то не должно быть, по идее. Только чтоб отвязал, чтобы не ворованное было. Важно, чтобы колесо было не ворованное. Так оно же с инструкциями, за всеми диванами. Ну, да. Хотя можно другого колеса. Ну, ворованное оно может быть и с коробкой, оно может быть и с завода ворованное. Ну, не в смысле, с магазина. Так, ну что, вот у нас... Бровь у нас села, это села. Вот эти можно еще кзади будет подвинуть, если что. Кстати, вот такую культуру надо. Вот эти, вот эти штуки можно будет еще кзади подвинуть. Они сейчас стоят как надо, по изгибам, но мало ли. Вот мы эту бровь склеили для того, чтобы даже если здесь по какой-то причине скотч отойдет, она не разходилась. Потому что вот здесь вот из-за того, что там доли миллиметров скотч отличается у нас, она кажется как будто она там в полете сейчас. Все, склей у нас схватился. Если захочется сделать, просто не рвем, а разрезаем четко. Потому что в том месте, там где мы склеили, она держаться будет очень хорошо. Ну, как мог, я постарался как-то, пожалуйста. Все, баки у нас будут держаться. Должны держаться, у меня держатся. Вот, то есть мы на скотч посадили вот здесь, на этом. Да, все, обезжирено, все хорошо. Сзади мы тоже поставили хороший скотч, то есть здесь отклеился не надо. Брызговик рекомендую поставить, потому что с брызговиком я не знаю. Я пару раз покатался. Это хорошо, когда брызговика нету, только когда вы с лестницы езжаете. Только для этого и все. Не, 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 это я просто на будущее. Если захочется принимать участие в каких-нибудь там по бездорожью, то вот она нужна, чтобы не было вот этого свеса заднего. И то это все лечится очень легко. Если вы выворачиваете колесо вперед, да, у вас получается, что вы с лестницы можете съезжать заднего. То есть абсолютно хорошо. Я хотел вчера вот предложить ехать как раз по правую сторону, чтобы, может быть, сзади меньше. Закидало бы меньше, конечно. Не, ну надо чуть-чуть расплатиться за это, за все. С удовольствием. Так, вот все у нас. Это сделано, это сделано, это сделано. Чтобы подожду ездить, конечно, рекомендую ручку ставить, ручку силиконочкой смазать обязательно. Она хорошая, чудесная ручка. Вот у нас такое же колесико, только вот с ручкой. Я не знаю, с ручкой оно мне нравится даже больше. Потому что она настолько практичная, настолько вот подожду и подсему, настолько она эффективная. То есть даже мы вот отсюда можем, да? Вот так спокойно спустите. Нам не надо напрягаться. Обратно заезжать лучше так не делать, потому что колесо будет вот так вот, да, делать? Не, ну, по крайней мере, там... Вот так вот, этого не надо, потому что крышка будет портиться. А вот спускать абсолютно спокойно. Где есть полозья на колясах, вполне можно и так закатить было. Вчера-то он поразмялся. На таких переходах куча была. Там надо смотреть, потому что там, где переходы, там многие резинки вот снимают. У меня тоже одна резинка стоит, она на скотче на 3Мовском. Ну, нормально. Но из-за того, что я переминаюсь с ноги на ноги, даже вот этот 3Мовский скотч, видите, хороший, я отодрал. То есть эту резинку я сниму сейчас. Прямо сейчас сниму. Вы пока не снимаете. Она... Вот сейчас увидите, чем отличается 3Мовский скотч, допустим, от того, который стоял. Ну, у меня и 3Мовский. Вот если мы отдираем его, да, он, видите, остается, его очень тяжело надо будет снимать. Очень тяжело. На жаре потек 3Мовский у меня. Смотря какой, подделок же очень много. Ну, это... Конечно, нет, 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 там... Монитор был наклеен заднего хода камерой. Не, нет, нет, там, скорее всего, там, китайские, скорее всего. Не, нет, нет. Они даже те, которые у нас, на фурчика продаются за безумные деньги, они говорят, вот это оригинальное, а вот это подделка. Вот видите, в чем фишка, который штатный, который нештатный. И вот с ним надо повозиться. Он хорошо держит, но с ним надо повозиться, когда надо отклеить. Сейчас я просто отклеиваю, потому что моя манера резины, переминание, она просто отдирает резинку. Мне резинка вот эта сзади, я ее пяткой снимаю. На каком бы хорошем скотче она ни была, я снимаю сзади, потому что у меня постоянно нога ходит вдоль колеса. А вот это как раз прозрачный 3М-овский я посадил, чтобы попробовать. Нет, они все хорошие, все чудесные. И человек ко мне приезжал, Александр с Пушкина. У него нижние резинки не стоят. Как раз из-за того, что он по пандусам часто поднимается. И в пандусы с резинками они не помещаются. Вот в эти маленькие железные швелера. Швелера, да, они не заходят. А пластик заходит, но надо смотреть, чтобы пластик не коцался. Вот я рад, чтобы у нас еще одно зло с нормальной бровью появилось. А то вот эти блогеры, которые все снимают, этот бред, они у всех все покоцанное, все плохо сделано. Если захочется потом что-то спозиционировать или надо снять, опять-таки просто отрепляем отсюда, отрепляем отсюда и целиком эту черепаху снимаем. И все хорошо. Ручкой пользуемся, ручка огонь. Ручка здесь самая приятная, что... Вот иногда бывает вот так вот взял, да, и трясок он, и сработал. Ручка эта милая делает здесь. Ну я вот так вот передом вожу, потому что, ну, удобно. Вот даже со ступенек я могу спокойно его снять. Ну и брызговик решает. Здесь лучший брызговик из тех, ничего не закидывает, все чуть-чуть. Меня тоже не закидывал. Хочете задом поехать, да? Наталья говорит, ты, говорит, ты на себя вброд ехал, а я смотрю, вода прозрачная. Да. Он говорит, до педалей вода была, промчался, говорит. А так вот, вот я на штатный, в смысле на 3Мовский скотч вот это лепил, и вот что с ним происходит с этим уже, который другой. Тот-то, конечно, отлепил, хоп, прилепил, но он теряет свою клейкость. Если они будут его делать лучше, это будет здорово. Вам резинку эту лучше поставить, лучше поставить на скотч, вы пока не переминаетесь. Оно облик довершает, это как обвес на спортивном автомобиле. Ну и при падениях, при падениях и при ударах об ордюр, она все-таки будет амортизировать. Здесь зло чем опасно? Когда вы заезжаете на поребрик не под 90 градусов, а вот так вот, допустим, боком, вы можете удариться вот этой штукой, и колесо просто выбьет из-под ног. Поэтому лучше ставить резинку и на зле стараться заезжаться по 90. Потому что мы когда борзеем уже, мы начинаем под углами заезжать, очень часто можно стукнуться вот этой штукой, и колесо просто вывернет, и мы упадем. Это не страшно, падать невысоко, но тем не менее. Эту пленочку я не рекомендую снимать. Меня уговорил Константин ее снять, у меня даже на старом зле она была. Она так быстро затирается, вот эта штука, этот глянец, он настолько непрочный, что он сразу превращается в такую какаху. В ночь. Да, она превращается сразу в ночь. Оно видно хорошо, все чудненько, но, блин, ну она вот, фу, какая. Лучше туда скотч какой-то наклеить. Я ее долго, я ее год не отлеплял, потом сказали мне, я отлепил, и, блин. А это старая зла? Да, это старая зла, да. Мне придет у вас другой еще такой вопрос. Нельзя не отметить, что зло намного острее реагирует на малейшие асфальты, неровности. Да, конечно, потому что оно как спортивный автомобиль с жесткой подвеской. Она не отрабатывает вот это все, оно не компенсирует, как другие колеса с толстым публиком. Я почему вам говорил тогда, надо попробовать субикс? Нет, тогда я раниться не почувствовал, видимо, потому что дорожка была хорошая. Наверное. Дело не в том, что отрабатывает в плане жесткости, а в плане наклона. Она отрисовывает. Она именно отрисовывает. Почему я вас убеждал, надо попробовать. Надо попробовать. Немножечко уже субиксен, но... К этому вы привыкнете, и это вы полюбите наоборот. Это наоборот четкость, это наоборот хорошо. В этом есть свой кайф. Какие... Острота управления. Да, ты чувствуешь, ты чувствуешь все, ты читаешь поверхность. Ты уже едешь, ты читаешь, ты можешь, как слепой человек, вот как по Брайлю. Ты все, ты поверхность считываешь. Ничего страшного, что оно болтается между ног. К этому ты приспосабливаешься легко. Да, я к тому, что какие методы борьбы с этим. Видимо, методы так, что шире ставишь ноги. Накаты, шире ставишь ноги. Так оно тебя сваливает. Если ты отжимаешь его, то оно... Да, да, оно тебя будет ломать. Тебе надо расслабиться. Пускай оно там болтается. Это ход такой, дын-дын-дын, оно туда-туда. Оно будет стряхивать тебя, туда-сюда трястись. Главное, чтобы ты на это не реагировал. Поэтому у них, наверное, педали и широкие. Что ты можешь... Площадка большая. Самые широкие педали у них. С другой стороны, если пошире стойко, тогда управляемость потяжелее, чем по голове. Там это все с практикой. Я думаю, вот как раз к 500 километрам вы освоитесь вот так вот. Оно самое офигенное. Можно вот подписи, можно имена на асфальте рисовать. На тех, на других нет, нельзя. Там надо так докачать под 5 атмосфер, чтобы они жесткими были. Оно офигенное. Оно просто офигенное. Я повторяю, оно как Porsche 911. Он жесткий. На нем не надо по гребенкам, по лежачим полицейским ездить. Не надо. Но он может это делать. Он может. Но к этому надо быть готовым. Надо амортизировать коленями и всем остальным. Но зато он вот... Он все читает. Вот на наклонной дороге это будет жопой ехать. Будет жопой ехать. Поэтому надо шире встать, чтобы колесо было на наклонной, а ты ровно, да. На каждом татуаре, который неровный, надо так делать. Да, да. И к этому мы приспосабливаемся. Абсолютно приспосабливаемся. Вот это ж так не делает. Да, оно так не делает, потому что там покрышка отрабатывает. Это делает очень хорошо. Едешь и едешь, ни о чем не думаешь. Только 24 километра? Да. Что ты сбросил? Конечно. Сегодня уже превысил. Я говорю, что понял, что перерос? Можно заплатить денег. Сколько там человек заплатил? 3000? Я не помню. Ему разрушили еще на 5 километров это колесо. Не надо. Не разгрушили, а пищало, но не сбрасывало. Я только, когда вот прошу, я первый раз переделал аккумулятор, я на одном-то ездил на аккумуляторе тихонько, а тут думаю, сделал. Сейчас я поеду за молоком, съезжу быстренько. Ну, смотрю, берет, да, тачит, тачит. Ну, сделал плохо. Банка была плохая. Доезжая почти перед самым, нажал, а пи-пи-пи, три раза пищнул. Вот, и эта-то из-под меня вылетела сразу. А я-то уже ехал хорошо. И? Все, вон, прямо на руку выпечатался. Эти штаны обновил еще. В этом году один раз, и тут вот. Хорошо, что слабенькое колесо, а? Вот, и этот самый. А сейчас вот поехали, он говорит, ну что, дорожка хорошая, 2-4 километра. Запищал, и я так, главное, чтобы только пищал, и сразу начинает ребезжать уже. Конечно, сразу. Это паста. Оно, это уже... Пищал еще. Это детское колесико, мы на пони катаемся здоровые кабаны, которые богатырские кони. Мы, о, куда? Покатаюсь, покатаюсь, видимо, теперь уж на будущем и так попридоричнее будет. Или Виталику, что-нибудь посвежее, а потом будем искать. Да посмотрите, в семью хочется, конечно, чтобы разные кони были, чтобы суппикс был. Ну, наверное, правильно сказать. Мы на суппиксе-то тогда покатались или нет? Катались, да. Но я, конечно, не почувствовал. Ну, что, людям, которые хотят зло, что можно сказать? Врать, не врать, что? Накат маленький, еще до 100 километров, конечно, лучше потом послушать, когда любовь уже проснется. У нас как? Чем жестче отношения, тем любовь потом крепче, что получается. Этот самый, по крайней мере, за ним катишься, он едет очень органично. Нет ощущения, что он там... Один, наверное, два раза было такое, что мимо остановки проезжал, а то еще там все так, ну, вот видишь, что там, честно. А так, он переезд, переходом все переезжают, я переношу еще пока. Я думаю, если оно первое, и ты не знаешь, что может не быть вот этого, к этому надо привыкать, да? Может быть, да, таким, чтобы человеком бросить сразу. Да не наоборот, тогда, ну, так. Молодежь и легких я отговариваю. С нашей массой люди, я знаю, что все равно круче колеса нет, все равно все взгляды будут прикованы к нему. Оно как костюм. Костюм же он неудобен. Мы же в костюме не пойдем на турник заниматься, правильно? Я всем объясняю, это костюм. Я катаюсь на нем, как на Урале. Как на Урале. Я так на восходе, я так на Урале. Я там встал, чувствую, ну, сейчас люди этого не понимают. Этих сравнений сейчас не чувствую. Что такое восход, что такое макака еще было? Да, вообще не понимаю. Нету решения. Ну что, я думаю, прокатимся сейчас, кружок как-то накрутим. Есть там запас батарейки? Или давайте поставим это колесико на зарядку, а прокатимся на моем? В таком? Да. Там подушек только не будет. Не-не, это мы нормально. Не-не-не, это мы на зарядку поставим. Сколько вы проехали? Есть, мы, как раз, его тренируем, раскатываем его. Кружок, это вот здесь ваш. Давайте мы его, да, на зарядочку поставим. Да нет, нет. Да-да-да. Давайте-то нет. А прокатитесь, но чуть-чуть на новое. О, на суперсе как раз прокатитесь. Вот. Чего мы? Ну смотрите, на суперсе я не поеду. Чего? Чего это? Ну, знакомая. Не знакомая. Мы на сколько раз уже на нем катались? Так новая будет. Там, наверное, еще почти 600. Мы вчера приехали. Ага. Мы с кем-то проехали, 50%. 92. Ага. 92, видите? Что вы заряжаете? Это маленькое колесико. Оно всегда должно быть заряжено. Всегда. Всегда на 100%. Чтобы запас прочности был. Я вас буду подводить там, в поездку. Ну, если что, может, ты посмотришь. Выбирайся ехать. На суперсе легче, чем на этой буте. Хорошо. Давайте-давайте. Мелкоту я на зарядку поставлю. Как раз пока ездим, оно на 100% поднимется. А светодиоды там не подключали, да? Нет, я не ставил. Думаю, у меня не расходуются. Эконом я. Я обычно, когда ставлю на зарядку, чтобы удостовериться в том, что зарядка пошла, включаю колесо. Там светодиоды бегут, либо не бегут. Так, вот эти штучки можно будет забрать, использовать как лекало в дальнейшем. Если есть куда, если хочется. Либо в помойку. Таких-то. Вот. Здорово. Если что, файлик дам или что-нибудь еще. Одним красивым взлом стало больше. Это уже хорошо. В вашей армии прибыло? Ну, колесников стало больше. Это прекрасно. Это замечательно. Чем форму купить? А? Форму такую купить. А он продувает. Нет, нет, нет. Воротник надо, да. Высокий надо ворот, конечно. И перчатки обязательно сейчас надо будет. Потому что уже, я думаю, со следующей недели без перчаток будет некомфортно ездить. Я вчера уже в рубашке так под одну рубашку ездил. Нет, нет, нет. Простыть легко. Сегодня уже май. Обязательно уже в курточке обязательно застегиваемся. Все-таки мы ездим со скоростями больше 15. Вы ездите со скоростями. В общем, 15 это уже пробывает. Так, и далее делаем лучик. Сейчас все закрою. Так, все, гапрошечка пускай отдыхает. Лайкусик поставить. Нравится работа? Понравилось? Спасибо. В педали так пунктик потом. Ну что? В какую сторону двинем? Обычный круг? Да, обычный круг какой-нибудь. Ну, может, не обычный круг. Вот без кнопки, без кнопки колеса вот заказываю, если что, взяли случайно, забыли, что не выключают. Просто туда-сюда делаем. Как когда на колесе ездим учиться. И учимся тоже туда-сюда. Так, все, Николай, хватай. Далее. У нас как раз сейчас прямо. И такое, и сякое зло. Так, наверное, туда. За мной. Сейчас туда-то по нем. Сейчас я проверю еще, все закрыло или нет. Десятый раз проверю. Да, и наждак надо. Может быть мы... Так, надо посмотреть. У меня, может быть, винтов нет. Я бы предложил вам педали зашифовать. Наждак дома лежит, да? Сильно закатывать алюминику я не рекомендую. Пока она глянцевая, она будет хорошо клеиться. Он назад катится. И вот вперед, а назад. Конечно, горка же. Сейчас без пешки. Николай, смотрим сейчас. Нога сбоку, сбоку, сбоку всегда. Почему мы сзади ногу держим? Да потому что привычно. Всегда нога сбоку. Смотрите, вот когда идем, посмотрите, видите, я вперед ногу ставлю и подкатываю. Хоп, и подкатываю. И так же вы. Идите просто за мной идите сейчас. Да, и чуть ногу вперед, да. Подъерзнули и едем туда прямо. Прямо? Да, прямо-прямо-прямо за мной. За мной аккуратненько едем. Без пешки. Без пешки. Мы слышим. Куда вы что-то слышите? По телефону он свечет нормально. Едем за мной. Я знаю здесь, как аккуратненько, поэтому за мной аккуратненько. Телефон звонит? Телефон звонит, да? Конечно. Остановились, ногу в боксе оставили. А что на ходу не отвечаем? Когда на ходу отвечаем? Когда на ходу отвечаем, мы расслабляемся. Понятно? Надо... Так резинку искали. Надо побольше. Побольше надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас без пешки, без пешки, без пешки. Не дергаемся. Здесь ямочки, объезжаем, их не надо. Они не страшны, но... А потом с Виталиком надо будет махануться. Чтоб он попробовал, разница. Вот помидоры у нас сразу нет. Смотрите, Николай. Доставьтесь, выпьемте. Доставьтесь. аккуратно. Если сомневаемся, просто сошли спокойно. Если что-то смущает. Спокойно остановились, ногу составили. Спокойно. Ни за что не хватает. Вот что за наука такая? Надо остановиться. Два шага сделали, спокойно поняли. Спокойно остановились, ногу составили. Ни за что не хватаемся. Потом мы сможем хватать. Потом. Когда будем понимать, что будет происходить. Здесь опять-таки, если чувствуем, что не пройдем, спокойно остановились и прошагнули. без хватания, безо всего. Спокойно. Ногу в бок всегда. Всегда в бок. Чтоб долго не ходить, прямо перед препятствием останавливаешься. И обязательно два шага. Да, начали движение. Раз и два. И спокойно зашагнули. Что, Виталик, не хочется попробовать? Давайте, хватит сутулиться. Это у вас семейная. Друг дружку вы выпрямляйте. Сразу видно. Родственники едут. Еще третий есть. Тоже сутулый. Выпрямляться. И положил доску там порастенье. Молодец. Сейчас будем вот в этот проход за мной. Вот туда, налево. Беспеч. Беспеч. Если что, ножками рыбку делай, да? Чтобы поймать с ножками. Вы уже опытные. У вас уже больше пробег, больше двухсот километров, наверное. Мы брали пятьсот. Четниками, пятьсот восемьдесят. Вчера прошли пятьсот. Пятьсот над вами. Главное расслабляться. Надо расслабляться. Встретимся. Вылетает это органично, у меня неорганично. Не-не-не, у вас его одинаково все-таки. Ну, все одинаково. Без спешки. Спокойно идем, спокойно. Мы на больших колесах, для них это не страшно вообще. А ну, большое, хорошее, стабильное колесо. Как и то. Это не мелкота. Продолжение следует... КОНЕЦ. 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 надо переме вот видите что я делаю я смотрите я на носочки хоп вторую ножку на носочек и не прямо ехать и мы как зомби ездим надо вот волну чуть-чуть делать вот с одной ножки на другую переносить нагрузку можно присесть можно вот-вот чуть-чуть попрыгать стряхнуться надо ага сейчас я вас виду там где луж нету поэтому все чистенькие будут я музыку сделаю что-то нас слышали а и если скин во пара с а и с и и и и и м и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 58 номиналов А тут 100 вольтовая Соответственно, оно и выдать я так минимум Может гораздо больше Вот я этого всего не знаю Поэтому мне, конечно, очень сложно Сейчас аккуратно я иду вперед У меня один старый Аккуратно, там дети бегают Идем за мной Входим за мной И сейчас мы сможем выехать с вами на большие дворцы А мы, что-то у друга было бы неплохо Говорить, чтобы распрямлялись Сейчас едем прямо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы как ко мне ехали? Которые по Бухарестской? Дальше ни разу не приезжали туда прямо? Нет Там очень шикарные Только единственное, что пару выездов здесь дома А так там очень шикарные А какое давление там зле? Мне кажется, что оно в районе полутора Я решил, что Понятно, что На поле бриках не получается Не приезжайте без удара Без удара, да? Не, не, не Парашечка она должна держать Потому что Константин, который ездит У которого другая покрышка вообще шашечками стоит У него вообще один и два Но там другая покрышка Если накачать больше Она будет цеплять корпус Сейчас я вам покажу Шикарные места для колеса Ну Я-то живу в детском районе Поэтому мне, чтобы сюда попасть Надо преодолеть Сортировочки Ну Сортировка там нормальная Переезд Блин, там узкий тротуар И вот весь такой бугристый Я на нем на С-2 ехал и чуть не потенил Ну, да На С-2 тяжело, а на этом хорошо И на этом хорошо derrière Б시는 Пив Todos Их Тебя Их Тебя Попробуй! На каком комфорте, Николай? Погнётесь? Погнёмся Передыхаем Там никого нет, мы никому не перекрыли дорожку Я близкий, я совсем не управляю Но это пока с непривычки менять с колёсами, да? Нет, нет, нет Ты сам ехал по мне К этому привыкаем Вот, поэтому и надо встряхнуться Потому что надо переминаться с носка на пяточку С пяточки на носок Ногу всегда сбоку Вот мы и делаем Два шага всегда Всегда, да И под черепку сразу Возуков Поехали! Здесь два выезда для автомобиля Смотрим внимательно, но... Поехали! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok просто прямо едем и все иначе просто зарубимся понятно на какое спокойненько спокойненько это как раз вот эти а то не спокойненькая но как раз сложная да сейчас поворачиваем сюда вот сюда поворачиваем если что выпрямился остановился и перешагнул сюда понятно но виталика не режет подождем чуть-чуть два шага всегда и сразу рыбку вот все вот дождик прошел сразу травка выросла все было выгоревшее сейчас по народным тропам проедем сейчас поедем в поле по народной тропе аккуратненько без спешки не-не-не-не зачем не надо спокойненько за мной едем спокойненько абсолютно спокойненько здесь травка падать мягко, едем спокойно, едем спокойно, едем спокойно, подруливаем если что Если что, подрубливаем Едем-едем Спокойно-спокойно Колесо хорошо едет Все, газуем Все отлично Моноколесо Это для любой дороги Абсолютно Едем-едем Спокойно-спокойно В ямы не въезжаем Едем по-ровному Ага, отлично, отлично Да-да-да Прекрасно Да-да-да Все, газку-газку Едем спокойно Поздравляю, победа Ну, это пока от неуверенности А так ничего напряженного нет Мы можем спокойно выехать И ехать не по тропинке А ехать просто по траве Просто пока мы не верим Своей силы Едем-едем Расслабился, расслабился Отлично Отлично Вот яма может быть в траве И тогда мы пойдем Едем По дорожке едем Вот какая яма глубокая Целиком рука уходит А падать невысоко Не больно Поэтому трава только тем коварна Что может ямы скрывать И все Во всех остальных случаях Мы можем абсолютно спокойно ехать Вот так вот Как я сейчас показываю По траве Понятно? Пойдем-то, кайфей Тут я до дома и доеду Ну, а как же Как же Как же вас растрясти-то? Есть? Нету Едем Поехали Ага Давайте-давайте У нас очень продуктивная поездка Знаете, какой жестокий методист? Ну, то есть надо Вот если он так вам осанку будет выправлять Это будет вот так вот Вообще грандиозно Ну, и что? Сейчас чайку попьем, кофейку И поедете спокойно Колесико на 100% заряжено Мне еще за внучкой сегодня в полку на ехать На колесе? Да, я на чем Она у меня рядом на самокате катается Мы с ней гуляем так Она на самокате, она пересняет Повороты, вот, рыбка Если не поделать, не получается Просто рыбка Жиг-жиг-жиг Понятно, да? Понятно, просто Расслабиться надо Просто расслабиться, Николай Я не зажать Да зажат, ну, я же вижу Вот надо, вот, стряхнуться Все, я стряхнулся Все, вот, вот, вот Так надо вот так вот Вот, поприседайте Поймите, что держит колесо Что на платформе На вагоне вы На вагоне Вот стоим Вот поезд Поезд под нами Вот так вот Ну, просто Такое ощущение, что вы Нашкинет спорта, который ваш Нет, нет, нет Причем здесь Это весь наш Иначе вы сейчас на колесе не ехали Вы же чувствуете? Я чувствую, что Более Вот вас сейчас, кстати, на зле То туда, то сюда тянет Правильно? Правильно Вот меня так и таскает Ну, уже туда Сейчас выйдем на ровный асфальт И таскать перестанет Да, да, мы и едем домой Чтобы вас не таскать По поребрикам Мы сейчас поедем Вот по дороге По ровной Два шага всегда делаем Перед тем, как стартануть Все, и спокойно встали И подъерзнули И все Все, по парковке Сейчас и к рынку подъезжаем В этом плане Большие колеса Они спасают Маленькое колесико Такую нагрузку Сразу не выдержит И мы разложимся Не знаю Раньше здесь еще метрика была А перед ней мегамарт Николай Чем больше вы не можете И чем больше вы поворачиваете Тем лучше вы поворачиваете И все Чем больше я падаю Тем опытнее я становлюсь Нельзя научиться чему-то Не падая Понимаете, нет? Вот вы научились И то, и до конца Не научились не хвататься Только когда растянулись Понимаете? И благодаря вашему примеру Плывать надо плавать Ну естественно Надо плыть Я говорю, упор Жить Хотите не утонуть? Чтобы жить Надо хотеть жить, да? Я управлять, по-моему, пока не могу Потом я От беспешки надо Вот, если не можете управлять Вот маленькую смейку делаете И все Сейчас, наверное На эту дорожку Идем Я, наверное, в руках Отнесу Куда в руках? Ну вот нам К рынку надо туда Вот бешеные кошки какие Николай Николай Колесо разверните Да Вот так правильно, да Идем Идем Да Отлично Отлично А мы проедем здесь Можем там же проехать На пореблик только заскочить надо будет Как хочется Там пореблик-то маленький Я из-за Николая туда не пошел Я пока еще не определил для себя максимально На той пореблика, на которой пытаться запрыгнуть А не надо пытаться Надо Чувствуешь неуверенно? Зашел Чувствуешь уверенно? Запрыгнул Не получилось запрыгнуть? Упал Откалибровался Я на РС-2 Упал Заехал А у него Хочется продавку Заехать Там переход Там переход Я так с ребятами на рыбалку ходил Они рыбу ловят, ловят Я говорю Ничего хотите? Нет, мы больше не хотим Надо пока поверхность не затерлась сильно Обязательно приклеить наждачку Перед этим надо обязательно эти винты поменять на нержавеющую А не каратыши там меньше 5 мм Где играть? На рынке подаются такие? На рынке, которые там у южного рынка они подаются Сейчас посмотрим, если у меня есть винты, которые я покупал для шиповки Может быть Просто Наждачки придется тогда вырезать после Но тут опять-таки надо понять Шипы нужны, если вы планируете ездить по зиме Или если агрессивно по корням Там по всему Когда педали Когда ноги подпрыгивают на педалях Шипы позволяют не слететь вам На супиксе было комфортней? На супиксе было комфортней? На супиксе было комфортней На супиксе было комфортней Надо убрать от колеса Я не переступаю Я запрыгнул и все уже Не-не-не-не Надо вот сейчас прямо вот Мы едем переставить пяточку спокойно в сторону Отодвинуть ее Чуть-чуть приподнять и отодвинуть Это просто надо делать и все Здесь чтобы хорошо делать Надо просто делать и все Здесь на площадке яма есть Поэтому просто их объезжаем Вот, а если бы мы сейчас на малышке так покатались То там бы осталось процентов 50 Нет, я не очень просто поможешь Вы что-то не кружок, а побольше Ну, нет Только вы уже Я извиняю, сколько мы с вами кружков-то накатали? Да? Мы сколько с вами уже кружков накатали? Сколько можно по одному и тому же кругу? Мы уже проехали серьезное расстояние Километров пять мы проехали с вами Уже спокойно Так вы сегодня проехали уже сколько? К часамкушка уже проехала Ну обратно еще кто-то не был Так мы еще по пересеченке проехали для развлечения, да? И по скоростной, и по пересеченке, и там где люди есть Педальки складывайте всегда, чтобы по ноге вот На коленях есть А, ну вот поэтому я защиту и не ношу Я считаю, что поворотник надо включать всегда Всегда Так это правило предусловить Поворотник включается всегда Нет, ну многие люди думают А что я буду включать поворотник, я один на улице? Нет, и так ясно, что эта дорога поворачивается правой Ты нарушаешь какой-то пункт правил Абсолютно однозначно Поэтому я стараюсь быть всегда бдительным Чтобы быть очень бдительным Мне надо быть уверенным, что будет больно Если я буду уверен, что мне будет не больно В следующий раз, когда у меня не будет защиты Я так ушатаю себя Поэтому, нет А здесь это необходимо Поэтому правильное поведение Сложил педали, потом занес А не то, что я в защите А мне по барабану Я тоже переход, перехожу Я одну сторону поднимаю Обе стороны Потому что с другой стороны пешеход Чайку-кофейку Будем, нет? А, сейчас позвоню, узнаю, что это с меня С меня требовали Нам пока с Виталиком без разницы А он просто заспит долго Так как с вами уснуть Что будем? Чай, кофе Так, чай, да? Да, чай, да Фруктовый какой-нибудь, да? Да, следового Ну как впечатление от зла, от Супикса? Нет? Нет, пока что я... На Супиксе-то комфортнее было ехать же? Наверное, да Он же не ведет никуда Не тянет Ноги не выламывают Как только скорость набирал Это самое, треской Я тут думал, что что-то не то Виталик поехал, он еще вроде не набирает Тресет, это от неуверенной постановки ног Криво поставили Гоним Колесо воблинг Начинается воблинг Пытаюсь набирать, чувствую, что не набрать Я опять сбрасываю Я опять набираю Я опять сбрасываю Так и надо Калиброваться Пока воблинг не пропадет Надо было перчатки какие-то Что-то такое-то лучше Чего перчатки? А что с перчатками? Чем в этих Почему? Оно сустав сбережет, если вы упадете А перчатки не сберегут Конечно А я ты рукой, я как-то упал Не, можно мотоциклетные Мотоциклетные Так вот как раз для этого эти пластмасски-то и сделаны Можно заехать потом в магазин мотоциклетов и там хоть с кастетами продаются перчатки Вот в этом преимущество Что человек, который на моноколесе или на мотоцикле, он рыцарь уже У него вон в доспехах Он уже вооружен Понимаете? Нет, ну вот это-то может А вот то, что куртку надо хорошую Это я тебе тоже И уже вот даже с собаками Вот у вас с перчатками мотоцикле Они с кастетом Уже даже вдали в носяру Там не страшно и по зубам, если попали Понимаете? Даже не успел посмотреть на нее Хватит Она выскочила, мимо хозяева проскочила У них калитка открыта была Они стоят калитку делать Хватит меня за хозяев И меня за ногу Почти что безлая Кошмар Ну вот эти, Марта, 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 Марта Она безлая и тяпнула Да? Безлая и тяпнула И тяпнула-то не сильно так Прикусила слегка Но вся через... Так с ними удалось Утрясти Да никак не утрясти Что, они там 5 минуты О, здесь что, домашняя собачка Что вы там устали? Я говорю, не фугасед Так, ничего Надо было их показать как-то Ну, простил Молодец, простил Ну, а мог и не простить Мог взять палку Да переебать И собачку, и их И хозяина Да Ну, испортил бы отношения с соседями Да А соседи это от Бога А они живут постоянно А я тут наездом езжу Соседи это от Бога Ну, период прошел Слава Богу, не бешеная собачка была Живой Повезло Да, я не чувствую Зеленкой помазали все просто Ну, да У нас все просто На все случаи жизни Это хорошо Это хорошо, что просто И дай Бог, всем таких соседей, как вы Это же хорошо А сахар кусочек можно? Зеленкатор, конечно Скоро я уже к вам За этими опять За Петросмотрами На когда заканчивается Где-то он Что-то сентября Можно не тянуть В любой момент Можно сделать Помним, 58 дней Есть до момента Надо Световозвращалки Какие-то прикупить Очень плохо видно Сейчас Особенно, когда Пасмурно Когда Слякоть Вчера Там Он видел Скорее Семь его Но у них Отмазка Мы не видим Мы не видим Надо, чтобы было заметно Надо какие-то Световозвращалочки Да, обязательно На одежду Куда-нибудь На рюкзачки А что было? Ну нет У меня-то все это У меня провокативное поведение Я если вижу Что человек не пропускает Я специально Выйду перед ним Чтобы услышать его объяснение Чем он руководствуется А тут велодорожка была И он выезжает И выезжает 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 Я просто к нему Подхожу Вкусный чай Он когда понял Что уже диалог намечается Он говорит Я вас не заметил Ну Человек уже сказал Уже У него Он галочку поставил В следующий раз Он так делать не будет Я-то не за себя боюсь Если ребенок выскочит То он не заметит Вот это будет горе и беда А ребенок может быть Наш с вами А если мы это не сделали То вина наша На перемычках Это велодорожка На перемычках, конечно Велодорожки И всего остального А там сейчас люди У нас же Люди не знают Как пользоваться велодорожками Да, это точно Колясками гуляют С колясками гуляют Детей на самокатике ставят На роликах катаются С детьми С маленькими Собаку водят там же Там как бы не страшно Когда человек адекватный Вроде нас едет Взрослый Который все понимает А когда едет Какой-нибудь велосипедист Который бзиканутый Который привык гонять Под 60 километров И считает Что велодорожка Это его заповедник Понимаете? Есть же и такие Велосипедисты Святые люди Но среди всех попадаются Люди с крайностями Почему большинство? Ну это нам так кажется Потому что они Это особо заметно Большинство-то нормально Как раз людей Большинство людей Будут вместе с нами В окопах сидеть Сражаться и все И только некоторые гниды Будут портить это все Но в военное время С ними все просто К стенке и все Да хрена Как правило Они тогда становятся командирами А вся остальная публика Честная слова Оказывается Кавлакобер Ну начальник он всегда Дурак И подчиненный Это как всегда Ну за сегодняшним поездку Не могу сказать Что я прощупал Все-таки отличное Супикца так же На плитке Его так же шатало Ключевое Это от неуверенности Ну я уже спокойно езжу На зле И по брусчатке Которая вот Возле дома книги По таким камням Это просто с опытом приходит Но просто вот Когда дорога Наклон Вот то что вы ехали И постоянно Вот выдавливает Ногу Это только на зле И пока вы не научитесь Постановку ног Делать так Чтоб вам это было Наплевать на это все А это только каталка А то ничего другое Просто ездишь Езжу Я вчера Когда 10 километров Поехал Я очень удивился Мне казалось Ну мы все Катаемся А по 4 километра Выезжали И то с остановками Один конец Два Другой конец Два Еще постоим По дороге А вчера Поперлись До его работы Обратно Делали Пока-то тут Доехали Довольно комфортно Ехали Все так Ну один раз Становились Обратно Обратно Долж С дождем С непривычкой С бродами Мокрый Ты один Когда начнешь ездить Скажи мне Да пускай вдвоем Как уверенность У него все хорошо С чувством самосохранения Все прекрасно Один Я либо с полькой Хожу гулять Сильно прорежено Потому что Всегда надо мне Почему Я с полинкой Гуляю Тоже Она катается Часы накатаются С полинкой Я гуляю Хожу Она на самокате Я на колесе О Хорошо А жечь Нет здесь Букваед Ездили О как хорошо Букваед Я поставил Хорошо Шлемак Можно тогда Подобрать Какой-нибудь Такой Типа Для верховой Езды Как я показывал Как у меня С козыречком Да Аккуратненький Шлемач Или велосипедный Сейчас мы с этапариком Проезжаем Бабка Одна Собака Вот Старый и малый Вот нашли же Все занятия Старый Удивляется Что Надо постричь А тогда Какой старый Будет Да я не такой малый Уже Да ей Чтобы ляпнуть У нее жизнь В этом Как ей еще В жизни Отметиться Вам сказала Вы заметили Уже не зря Прожила день Не нам Сказала Они между собой Это сам Или Виталик Проезд А я сзади Кочусь Мама Как это Дядя на одном Колесе Это смотри Как он едет Ой спасибо Нездоровичка Повторить Маш Не Не Спасибо Не дай Еру Что Туалеты Здесь рядом Мимо одного Мы проезжали Там где Томаты Растут Можно посмотреть Пример Вот такого Винтика Который Я смотрю Четверка Или пятерка Какая там шляпка Потайная Да Потайная Конечно Вот чтобы на нержавейку Менять Вот в фидалях Вот такие Вот у меня Один винтик Есть Вот в фидалях Стоят Вот такие Маленькие Совсем Маленькие Ну это не маленькие Это совсем Маленькие Чипа там Полсантиметра До пятерки Нет До пятерки Длиной Это те Которые Крепят У вас Эту Педаль Вот эти Все Они Атантитные Или там Есть Разные Это Все Разные Они Все По длине Разные Они Все Разные По длине Вот они Такие 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 Вот они По длине Разные У вас Наверное Уже Есть Звание Разное Коталок Запчастей Как Нет Я Пока Не Настолько У меня Не Настолько Со Время У меня У них Там Много Пятерок Я Не знаю Как Тебе Можно Померить А Виттер Четверка Ну а Чего У тебя Четверка Ты Чего Покупать Я Спрашиваю Да Надо До Южного А Да Надо Больше С Клесом Будешь Нет Брать Вам Четверка Здесь Какой-то Конус Такой Не Тройка Точно Четверка Четверка Нет Четверка Как детский Конструктор Ну да Дальше Все Кропусные Они Отличаются По длине Вот Те Которые Остальные И Можно Брать Эту Они Уже Идут Все Там До Пятнадцати Пятнашки Двенашки Это Которые Крышки Боковые Придерживают Но Ключевые Которые Надо Поменять Это Вот Те Которые Держат Вот Этими Мелкими Можно И Брызговик Прикручивать Это Прошло Разбитое Уже Колесо Там Треснутое Было При покупке Да И что Скидку Сделали Да Там Скидку Сделали На День Рождения Пришло Я не Хотел Заморачиваться Поэтому Скидка И Бок Сним Скидка И Вот Эту Пластмассочку Которая Там Стояла Там Просто Трещинка Я Когда Разбирал Я Ее Положил В Какой-то Шкатулочку И В Какой-то Шкатулочке Она Лежит Сейчас Ее Надо Будет Достать И Поставить На Место Эти Винты Очень Хорошо Ржавеет На Педалях Поэтому Да С этим Сглянцем Не Надо Долго Наждачка Будет Хорошо Держаться Рекомендую Сразу Зашиповать Я Для Шипов Вот Таким Использую Потому Что По Осени Когда Лед Когда Вот Это Наступил Снег На Педаль Обратно Вернулся Ну Ленолем Станет Уже Последнешься Ну Как Да Я Вот Такие Использую Для Шиповки Самые Маленькие Из Которых Есть Вот Такие Я Чуть Не Пойму Они Жен Насквозь Нет Отверстий Так Какая Педаль Избирается На Две Часть Нет Так Накладку Снимаете Вот Накладка На Которую Вы Наклеиваете Наждачку Вы Откручиваете Вот У Вас Винты Видны Там Внутри Повхота Там Соты Вы Попадаете Так Чтобы Головка Попала В соты Там Видно Там Рисунок У вас Будет На Обратной Стороне У меня Если Что На Стоят Стоят Да Можете На Улицу Заблинуть И Увидеть Что Они Стоят Можно Откинуть И Посмотреть Что Они Огниты Держат Все Держат Шипы Нужны Для Чего Вот Для Сложных Покрытий Потому Что Если У Нас Просто Наждачка Ну Вы Когда Наждачку Поставите Вы Почувствуете Что Вообще Космос А Не Колесо Сейчас Я Не Представляю Как Вы Ездите Абсолютно Не Полно На Это Было Постоянно Соскользовало Это Кажется Я Как раз Думаю Чтобы Составить Своем Мнение Сразу Все Налеплять Не Буду Потом Будет Сложно Это Делать Сложно Потом Надо Будет Отклеивать Винты Откручивают Не Приделали На Первой Поездке Собрался С Посарапать Поэтому Денец Сразу Приклеили До Второй Надо На Ровном Месте Через Буртик Когда Спрыгнешь Или Запрыгнешь А Когда Перепрыгнешь Подъехать Подняться И Спрыгнуть Самое Свернулось Неприятное Мое Увладение Самое Дорогое В Почему В Принципе Ничего Автомобиля Нет В Принципе И Поэтому Права Надо Получить Трудно Дости Они Скоро Запретят Без Прав Ездить Спокойство Запретят Не Не Просто Получить Получить Там По-моему Можно Обойти Медицинские Справки Делаются Вот так Надо Учиться Хотя Права В любом случае Нужны Чего По дорогам Ездим Ездим Все равно На проезжую часть Мы же не выезжаем Это нужно Для нас Вчера Выехал Я там Уже Слушай Там Где Нету Тайной Дороги Есть Район Там Есть Места Там Где По тротуарам Просто Невозможно Ездить Есть Такие Места Ну просто Чтобы потом Кайф Не обламывался Лучше Заранее Получить Права У Константина Самое раннее У него Получается Сколько Шесть Семь лет Поехал Ребенок Ну запомните Ребенка Да Но только Под присмотром А ему Папа Купил Хорошее Колесо Мтен Третий Маленькое Маленькое Но оно Для нас Не подходит Для взрослых Мы можем На нем Ехать Но оно Маленькое А для ребенка Очень хорошо Я потом Как-нибудь Смонтирую Видео Ребенок Он по газонам Ездит На этом Колесе Но это Только для детей Для него Это достаточный Радиус И он Нормально Ездит Но Папа У нас Летом И папе Надо Постоянно Его догонять Потому что Ребенок Он Не знает Что такое Хорошо Что такое Плохо И до 40 лет Он этого Не поймет Ну Как По крайней мере Когда права Получит Шишек Набьет Он это Поймет А Если хотите Детей ставить На колесах Придется Рядом с ними Быть всегда Потому что В противном Случа Это получится Как Было со Скутерами Папа Молодец Денег Заработал Ребенку Скутер Купил Ребенок Убился Насмерть Папа На всю Жизнь Несчастный Человек У нас Речь О нашей Племяннице Она Сама По себе Мне кажется До сих Крой Еще В жизни Не бывало На ней Постоянно Присутствует Такой вопрос Даже Не стоит Что Она Сама Еще На колесе Девочкам Надо Девочкам И мальчикам Маленьким Надо Крутить Педали Я считаю На гироскутере Она За минуту Но Научилась Прогулка У нас Такая Думаю 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 Что ей Нравится Десять А ей Нравится Я думаю Что нет Нет Не 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 У меня Есть Большой Самокат С большими Колесами Я бы На большом Поедем Нет Давай На этом Я к этому Привык Ей Надо Силы Тратить Ей Надо Зареваться Нам надо Зверечь Силы Нам надо Погулять С племянницей И чтобы Мы не Пришли И не Вот так Нет Чтобы Мы пришли Ещё чем-то Заниматься А им Малышей Надо Ушатать Ушатать Да Но Ушатывать Надо Равномерно Чтобы Она Не одной Ногой Отталкивается А время От времени Другой Тоже Чтобы Одна Попа Не Такая Была А вторая Попа Такая Или Кривую Чтобы Не Стала Нет Поехали Давай Я Мне Ещё За ней Ехать Так Что Детей Надо Задалбывать Их На колёса Надо Ставить Только Если Вы С ними Собрались Куда Ехать Мне Надо Ребёнка Своего Поставить Чтобы Вот Мы Прыгнули И поехали В парк Вот Просто Поехали В парк Всё Там Куда То Съездили Потому Что Сейчас Чтобы Его Надо Велосипед Либо Верить А лучше Это Квадроцикл Там Но Он же В машине Он Ж Я его Из машины Вытащил Велосипед Вытащил И они Поехали Это Да Велосипед Даже Менее Компактно Давай Велосипед Велосипед Да Конечно Колесо Самое Компактное Самое Компактное Да В этом плане Конечно Есть Колесо Это чудо А вам Просто Надо Побольше Практики И всё И не бояться Вот этого Всего Тем более Что Вы В защите Всё Аккуратненько Единственное Что Может А так Конечно Это же Счастье Мы Покатали Взрослые Дяденьки Взяли Прокатили Кружочек Не знаю Как вы Я удовольствие Получил Да Мы удовольствие Получили Заодно Ещё Подпетит Енеринговали Ещё Такой момент Что Донесло Связь Поколения Потому что Довол Ничего Некде Сам Время Вместе Не проводили Поэтому Связь Всех Поколений Сейчас Детьми Опять Таки То же Самое Ребёнок Допустим На велосипеде А мы Можем Рядом С ним И не Уставать Им Всё Контролировать И учить И рассказывать И всё Видеть Хочется Прямо Ещё Подзарядить Но Сколько Там У него Сейчас Запас Сейчас Включи Чуть 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 До 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 Двадцати Пяти Не Разгонялись Ни Разу Короче Что Ставит Две метки Звуковые 20 И Хорошо И не Надо Чтоб Не Отрываться Друг От Друг Тем Более Связь Поколений Единственное Что Вот Вы Будете Просто Молодцами Если Друг Друг Будете Стимулировать Стимулировать Вот Это Делать Вот Стали Вот Вот Ну Надо Ну Как Вы Друг Друг Чего Мы Только Что Начальников На Генералов Носили Если Солдаты Сами Не Понимают Что Делать Пути Друг Для Друг Генерала Надо Вы Сюда Пожалуйста Обращайтесь Давайте Молодцы Что Заехали Порадовали Меня Хоть Еще Одним Злом Скорее Ручку Старщик Ручка Изумительная Ручку Изумительную Старщик Не Я Всех Отговариваю От Зла Всегда Но Это Все Равно Самое Красивое Колесо И Это Самое Для Фигурного Катания Колесо Самое Что Ни На С педалями На Зле Поскольку Они Широкие Надо Быть Очень Аккуратно Но Это Нормально Это Педали Вот Здесь С накатом Будут Становиться Все Белые Выточенные Это Нормально Это Абсолютно А это Рабочая Поверхность Это Понятно Когда Мы Будем Скиллы Делать Мы Будем Вот Так Заезжать Педалями Сюда И Проезжать Это Расходный Материал Я Надеюсь Что Они Одна бабка На ютубе Сказала Что Прекращают Выпуск Будут Проблемы Запчастями Есть Такая История Но Они Будут Это Болтать Потому Что Народ Не Видит Народ Не Видит Вот Золото Под Ногами Лежит Вот Лошади Которые Там Был Такой Человек Который Я Тот Самый Зле Лев Давно Можешь С Можешь С Модельного Года Ему В 21 Году Ну Типа Все Хорошо Но Не Рекомендую Потому Что Дескать Их Уже Сняли С Производ Я Не Проверял Только Не Надо Проверять Мы Покупаем Колес Какой Идеот Перестанет Завод Закроет Товар Которого Покупают Чеки Бывают Нет Нет Нажив Стагана Логика Порой Не Действует Логика Не Действует Потому Что Это Колесо 2018 Года Или Какого Она Года Оно Давно Уже Старое Они Бы Давно Уже Все Это Закрыли Если Хотели Закрыть Сейчас На Колеса Дефицит Потому Что Люди Наконец Таки С моей Помощью Тоже Начинают Смотреть Что Это Такое Что Это Чудо Рас Чудесно Я Только Надеюсь Что Они Модернизируют Потому Что Этому Колесу Единственное Чего Не Хватает Это 100 Вольтовости Потому Что Это 60 Вольт Это Блин Три Года Назад И Батареи Которые Б хватало Ну Хотя В Полторы Тысячи Или Две Тысячи Пусть Она Будет Весить 29 Килограмм Но Мы Должны Сюда Ставить Спокойно Любую Покрышку От Мотоцикла Любую Покрышку Она Должна Быть 100 Вольтовая И Я Извиняюсь Так оно Пока Самое Красивое Колесо Все Что Они Делают Никто Правды Не Скажет Во-первых Во-первых Никто Не Скажет Правды У нас Есть Голова На Плечах Мы Можем Судить Если Вещи Покупаются Они Будут Продаваться А Зло Продается Всегда Продается Как Я Не Пытаюсь Отговорить Людей Я И Живас Пытался Отговорить Оно Все Оно Охеренное Колесо И Красивые Ролики Я Снимаю На Нем Все Давай Счастливо Наждачку Скорее Клеите Да Ну Вот Так Гости Были У Нас Всем Кто Смотрел Like